А почему вот отец? Не называйте отцом никого. Не знаю, почему до сих пор не возник этот вопрос. Это должно было возникнуть, по идее. Почему вот отцом вы, почему батюшка и так далее. Очень многие протестанты, единственное, что, слушайте, ну вы моим служением поинтересуетесь. Если вы интересуетесь уже, по сути, моим служением, вы слышите, то почему у вас единственный вопрос возникает, почему отец? Ну спросите, почему вот догматы такие исповедуют, почему православные? Нет вот точка, вот такая вот кипение у них возникает там только на вот это вот, почему вот отец лазит? Вот я устал уже там объяснять, я это самое, слушайте, ну и потому что, я вот буквально недавно отвечал, уже вот сразу там отвечаю всем в сети там заранее, чтобы дать вопрос, дорогие протестанты. Потому что, если у вас в церкви ваш пастор не является отцом для вас, это ваша беда, и его беда, и проблема. Любой человек, возглавляющий церковь, должен быть отцом в первую очередь своей церкви, который заботится о них, они как о своих детях. Вот поэтому отец, вот поэтому пастор, по сути дела, означает то же самое, пастух. Да, пастух, вот, значит, Христос называется пастухом, кто такой пастух, который заботится о своих овцах, своего стада. И Христос говорит, что, да, там вот наемники приходят, они стадо им наплевать, там волки лютые расхищают, они убегают. А вот пастырь добрый, пастух, да, добрый, который для него овцы, как родные дети, только он может заботиться. Вот поэтому отец, то есть отец, который печется, как о детях, там, ну давайте, если мы прицепимся, буквально будем понимать все фразы из Евангелия, да, тогда давайте, там дальше написано, не называйте никого отцом, и не называйте никого учителем, наставником, понимаете? Ну давайте мы тогда в школе прекратим, там, учителями, там, я знаю, в деканате, в институтах перестанем, там, называть наставниками. Ну это, ну, бред, севы кобылы, там, это самое, конечно же, тут надо понимание, иметь, что речь о других вещах идут, речь совершенно о других вещах, чтобы это не стало главой угла, чтобы это не стало в форме, как мы сегодня видим, как некоторые святые отцы водрузили на себя короны большие, да, назвали себя там наместниками Бога на земле, все падают перед ними, ручки целуются, слушайте, ну это, ну, конечно, мы... Вот, то есть, когда это превращается уже в форму такую, когда акценты смещаются с Христа, примерно, может быть, наставник или учитель, да, за которым люди просто с ума сходят, у них голова уже квадратная, да, как там всякие виссарионы, я не знаю, кто угодно там. Да, определенная идеализация, когда выше Евангелия ставится учение, там, учителя и так далее, но мы читаем в Евангелии о том, что отцами называли, себя даже сам Павел Апостол называет, там, я родил вас, там, я отец, там, так далее, то есть вы дети мои, то есть это есть, Евангелие в этом страшного, ничего нет. Ну, там, это самое, цепляться к этому, ну, как бы глупо и смешно немножко, потому что, ну, я очень сочувствую вообще, на самом деле, очень многим церквям, потому что там реально нету отцовства, к сожалению, как протестантским, так и, значит, православным и, ну, без исключения вообще католическим там, да, вот, то есть, ну, к сожалению. Хоть кем назови, только в печь, куда не ставь, ну, я не точную фразу там эту не переведу, вот, то есть, неважно, неважно, как мы называем, главное, церковь должна быть живой, должен быть там Христос, действительно, сверхъестественный Христос, должно быть обновление, постоянно реформация, иначе будет деформация. Субтитры создавал DimaTorzok